Привет, Бобби. Ты почти закончил свою революцию. Однако, твоя последняя задача будет ваша самая сложная. А вы бы выбрались из этих ловушек? Напишите об этом в комментариях ниже. Номер 10. Маятник. Пила 5. Ловушка с маятником действительно очень сложная, учитывая, что из нее буквально невозможно выбраться. Сет Бакстер убил свою девушку Анжелину и был выпущен из тюрьмы всего через 5 лет из-за формальности. 30 секунд, Анжелину будет слишком далеко, чтобы поверить твой тело. Желая отомстить, брат Анжелины, Марк Хоффман, похитил Сета и убил его с помощью ловушки-маятника. Сету сказали, что он может выбраться из ловушки, если поместит руки в тиски и нажмет на находящиеся в них кнопки. Его руки будут раздавлены, но ловушка остановится. Сет помещает руки в тиски, но обнаруживает, что от ловушки никуда не деться. Маятник продолжает опускаться, разрезая его на части. Номер 9. Стул с ножами. Пила 4. Первая ловушка Джона Крамера проста, но невероятно эффективна. Ее жертвой стал Сесил Адамс, наркоман, из-за которого у жены Джона, Джилл, случился выкидыш. Джон, в свою очередь, похитил Сесила и привязал его к своему примитивному стулу с ножами. Твоя жизнь — ложь, Сесил. Чтобы освободиться от оков, Сесил должен был прижаться лицом к пластине, находящейся по другую сторону восьми горизонтально расположенных ножей. Вы просто ловите вперед, в ловушку с твоей ловушкой. Это совершенно жестокая ловушка, из которой невозможно было бы выбраться. Мало того, что боль была бы невыносимой, так еще и лицо было бы изуродовано. К счастью для Сесила, стул, на котором он сидел, рухнул прежде, чем он успел закончить испытание. Тем не менее, он не успел насладиться своей новой жизнью. Номер 8. Круг молчания. Пила 3D. Если стул с ножами выглядел простецки, то Круг молчания — это что-то из антиутопического научно-фантастического рассказа. Ловушка рассчитана на двух человек. В данном случае на Бобби Даггена и Нину. Нина помещена в устройство с различными металлическими стержнями, направленными ей в горло. Чтобы освободить ее из ловушки, Бобби должен был вытащить из ее живота ключ, подвешенный на рыболовном крючке. Еще больше усложняет ситуацию то, что стержни приближаются, когда Нина кричит от боли. А Нина не могла не кричать и в итоге умерла, прежде чем Бобби смог ее освободить. Технически эту ловушку можно пройти, но для этого нужен сверхчеловеческий самоконтроль. Кто бы не закричал от боли, когда его пищевод разрывает рыболовный крюк. Номер 7. Фунт плоти. Пила 4. Как и стул с ножами, эта ловушка проста в теории. Тот, кто отрежет больше всего плоти, побеждает и остается в живых. Эдди решил отрезать куски от собственного живота. А Симоне пришла в голову идея отчекрыжить себе руку с помощью разделочного тесака. Поскольку ее рука оказалась тяжелее, чем жирок Эдди, Симона выжила, а Эдди был убит с помощью механического устройства, прикрепленного к его голове. Это трудное испытание по многим причинам. Оно требует творческого подхода, решительности и невероятной терпимости к боли. Но главное, оно заставляет жертв соревноваться друг с другом, что практически гарантирует, победитель будет страдать от чувства вины выжившего. Номер 6. Ловушка для ангела. Пила 3. Одна из самых жестоких ловушек в фильме Пила 3 – ловушка для ангела, которая разрывает ребра жертвы. Чтобы выбраться из ловушки, детектив Элисон Кэрри была вынуждена окунуть руку в чан с кислотой, чтобы достать ключ. Как и маятник из фильма Пила 5, ловушку для ангелов технически невозможно было преодолеть. Однако так не было задумано. Напротив, ученица пилы Аманда Янг умело манипулировала ловушкой, сделав замок и ключ совершенно бесполезными. Даже при очень большой удаче ее практически невозможно преодолеть. Превращение руки в жижу в чане с кислотой – не самое приятное ощущение, знаете ли. Номер 5. Шприцевая яма. Пила 2. Самые примитивные ловушки действительно оказываются самыми страшными. Может быть, потому что мы можем соотнести себя с болью или хотя бы представить, каково это. В доме, где в Пиле 2 распылили нервно-паралитический газ, есть комната, в которой находится яма, заполненная использованными шприцами. Чтобы отпереть металлическую дверь и достать противоядие от нервно-паралитического газа, жертва вынуждена рыться в шприцах, чтобы найти ключ. Ловушка предназначалась для Ксавье, но он вместо себя бросил в яму Аманду. Несмотря на отсутствие ран и крови, яма со шприцами – жуткая ловушка, и она оказывается одной из самых мучительных во всей серии. Вы просто чувствуете боль. Номер 4. 10 пинт жертвоприношения. Пила 5. Эта ловушка очень похожа на фунт плоти, только эта кажется еще более мучительной. Чтобы выбраться из комнаты, Малик и Брит были вынуждены пожертвовать 10 пинтами собственной крови. Это почти 5 литров. Кровь собиралась в мензурку, а добывать ее нужно было, засовывая руки в крутящиеся лезвия пил. Это была идея Брит – работать вместе, поэтому и ей, и Малику пришлось сдать почти по 2,5 литра крови. По крайней мере, ловушка с фунтом плоти может закончиться в считанные секунды, если только кто-то окажется достаточно смелым, чтобы отрубить конечность. В этом случае жертва вынуждена сидеть, испытывая мучительную боль и смотреть, как ее руку кромсает лезвие пилы. Номер 3. Мавзолей. Пила 4. Эта ловушка одновременно жестока и невероятно сложна. Тревор и Арт прикованы к устройству, которое задушит их до смерти, если они не будут работать вместе. К сожалению, глаза Тревора и род Арта зашиты, что лишает их возможности общаться. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, Тревору дают различные смертоносные инструменты, и Арт замечает, что ключ к устройству находится на ошейнике Тревора. Неудивительно, что Тревор начинает паниковать и вынуждает Арта убить его молотком. Бедному Тревору досталось по полной программе. Он не видел, не понимал, что происходит, и не знал, как выбраться из ловушки. Обоим мужчинам выйти живыми из этой ситуации было практически невозможно. Номер 2. Венерина мухоловка. Пила 2. Полицейский информатор Майкл Маркс стал жертвой особенно страшной ловушки Венерина мухоловка. Это стальная конструкция, оснащенная многочисленными гвоздями. Чтобы маска не сработала и не зажала его голову, Майклу необходимо извлечь ключ из собственного тела с помощью прилагаемого скальпеля. В фильме Пила 3D выясняется, что доктор Гордон оперировал Майкла и поместил ключ за его глазом. Это просто кромешный, жутчайший пипец. Вряд ли у кого-либо хватило бы стойкости, чтобы справиться с этой смертельной ловушкой. Майкл, конечно, не смог и в результате погиб. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1. Лабиринт из проволоки с бритвами. Пила. Бедный Пол Лихий. Он стал мишенью Пилы за попытку покончить с собой. Чтобы преподать Полу урок, Пила оборудовал комнату с проволокой из бритв. У Пола было два часа, чтобы преодолеть смертельный лабиринт, до того, как закроется дверь эвакуационного выхода. К сожалению, Пол не смог найти выход и быстро истек кровью. Это еще одна несложная по исполнению ловушка, но она оказывается более страшной, чем тщательно продуманные испытания в более поздних фильмах. Выбираться из нее не просто мучительно, но и чрезвычайно сложно. Лабиринты сами по себе штука непростая, особенно если ум занят болью. Это отвратительная комбинация, которая делает лабиринт из проволоки с бритвами одним из самых жестоких творений Пилы. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, зацените другие ролики на канале и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе.